От дополненной реальности до роботов и разработки мобильных приложений. Во Владимире-Набасе Политехнического колледжа открылся первый в регионе Центр цифрового образования детей. Такие в последнее время появляются по всей стране. Обустроить и оснастить Центр удалось в рамках нацпроекта образования. Эти технологии занимают всё больше и больше места в нашем образовательном пространстве, в нашей обыденной жизни. Мы сами это всё прекрасно видим и понимаем, почему это происходит. Потому что это совершенно другой уровень качества жизни, это другой уровень формирования мышления. Школьники и студенты начальных курсов бесплатно смогут осваивать языки программирования, робототехнику, технологии дополненной реальности, создавать полезные программы и приложения. Всего в Центре готовы обучать по шести направлениям. Некоторые из них курируют крупные международные компании, которые занимаются инновациями. Артём Жирнов рассказывает, что с детства увлекается новыми технологиями. Он мечтает разработать мобильное приложение для любителей активного образа жизни. Ну да, которое будет отслеживать все ваши действия в спорте. Я с класса пятого думал, что пойду на айтишника, айти-технологии. А здесь школьникам расскажут, что такое большие данные, как их правильно обрабатывать и применять. Суть в том, что человечество уже не справляется с огромным объёмом информации. Анализировать данные теперь можно автоматически, а потом по результатам принимать решения или даже прогнозировать будущее. Всему этому учеников Центра научат с помощью специальной программы. Мы в ней обрабатываем все запросы, которые происходят в интернете. От этого можем отталкиваться, что не хватает в регионе, чем сейчас увлекается молодёжь, люди, что они ищут каждый месяц, каждую неделю, каждый день. От этого мы можем смотреть, какие проблемы есть в регионе, придумывать новые эти решения. Отдельное направление посвящено технологии дополненной реальности. К примеру, если сесть у этого компьютера, на экране появятся объекты, которых на самом деле нет, но они двигаются вместе с сидящим человеком. Проявляются объекты ненастоящие. Это как раз и движется спецификой. И они вместе со мной тоже. Да. С помощью такой технологии, к примеру, можно смоделировать обстановку будущей квартиры. И не только. Позволяет дополнить какие-нибудь объекты. Когда ставится мебель на какой-то объект, также используется в медицине. Одно из популярных направлений у школьников – программирование роботов. Эти только выглядят как игрушки. На самом деле они оснащены датчиками, сенсорами и могут выполнять разные задачи, в зависимости от того, что запрограммировать. Самые юные ученики центра сначала получатся управлять уже готовыми моделями, а потом начнут изучать, как они устроены и осваивать новые направления. Такими направлениями, как механика, электроника, программирование компьютерных систем. То есть, проходя через наш клуб, школьники получают отличную возможность познакомиться с этими специальностями и отличный старт для дальнейшей успешной учебы в этом направлении. Записаться на обучение могут все желающие с 7 до 18 лет, рассказывает руководитель центра. Для этого нужно заполнить заявку на сайтах Владимирского центра или Политехнического колледжа. Есть форма регистрации, где просто дети ее заполняют, мы получаем от них информацию и дальше либо приглашаем на собеседование, либо сразу зачисляем. Обучим всех, потому что у нас есть как базовые курсы, так и более продвинутые курсы. Мы смотрим на детей, мы смотрим, что они могут и хотим дать им намного больше. Сейчас на учебу набрали около 200 детей Владимира. Планируется, что ежегодно на базе центра будут обучать более 400 человек. Маргарита Махрова, 6 канал.